теперь простите значит мы продолжаем наш разговор я сдаю экзамен мои экзаменаторы я постараюсь быть очень деликатный к ним немножко мешает то что я уже сотни фильмов создал сотни статьи написал и у меня поневоле появился менторский тон поневоле подчеркиваю я не тот студент который трясется на экзамене смотрите это касается прежде всего с крупнейшего сайта наталья медведева и ольга ольга исакова вот значит спор затеяли не со мной своим братом и вырваны из текста что получается почему же делать химические обработки как бы признались признался это значит что он случайно признался на самом деле это скрывал да взрослый сад у меня не обрабатывается как я говорил на предыдущем предпоследнем вебинаре за все летом самое холодное самое дождливое самое холл невероятнейшее лето которое даже наверно там замерзли бы даже ленинградцы которые или там эти приморцы которые жалуются на эти дожди бесконечно они бы еще удивились как какое лето ни одного пятнышка тли не было это кстати 3 никогда не бывает у меня на абрикосах подчеркиваю знаете мне запретили богослово клясться вспоминать бога молча 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 на абрикосах нет на вишнях нет и два-три раза за год три листика это ну ладно три листика из миллиона из миллиона значит на черешнях нет на персиках нет или основная за винчи скала вот на грушах нет вообще нет так все перечислил кроме не какое-то количество ты на яблонях и и сливах но не на всех на венгерках ни одной пятны ни одной тлинки только на сливах ринклонах до 1 2 3 года обработку делается мне надо было вырывать одну фразу вот эту вот эту вот делается обработка и делаются питомники вот выглядит это вот так в этом возрасте смотрите как это даже не просто я спорю с вами или я виляю этом один из моих двухсот постулатов я внесение придумал любое привитое дерево это коллега и требует молодости особого ухода в том числе химических образов таки антохимикатов попробуйте сказать что я говорю не требует не найдете а еще раз что такое коллега полностью по железу полностью нету этого штампа вообще нету ни кроны нету сам поняту на таком расстоянии земли сегодня снимал учебный фильм сергей привал три фильма подряд выйдет про питомник убедитесь так просто не хочу больше время терять но раз уж мы делаем обработку это химикатами вы меня не поймали девчонки честно говорю ой извините уважаемая дама вот это человек и ваш и наш это на тот момент старшеклассница старшеклассница значит омского госуниверситета юлия матвеева вот она у меня проходит практику таких два случая вот и я как раз учу тому чем у меня прикончили этого не делаешь ты а якобы этого не делал или якобы вру что не делал значит обработка делается так единственное что моя у меня несколько профессий вот а последняя из них это специалист по промышленной безопасности и я всегда вот смеюсь над собой еще подчеркиваю я не заметил что на руках не закатала то елки-палки получается я сам специалист можно сказать что не полноценный я не заметил голую кожу теперь так в этой емкости ну допустим литра раствора вот меня спрашивают какими у вас он пользовались когда-то карате потом какое-то название было я все забыл почему потому что много лет вообще не пользуюсь я работаю с адресом садом и сергей с питомником а здесь взрослым саду иногда несколько деревьев я каждому таких пассажер вот если мне гепатогенная зона и здесь проходила учеба обоих моих этих самых студенток обоих выпускниц госуниверситетов савельничьей матвеевой но все говорю ведро воды я пусть повторяюсь но так надо ведро воды в нем растворяется инструкция вот такой вот ампула а мне написано 2 миллилитра на ведро воды и естественно что начало я показываю только первое скрутилось это уже у нас учеба вы извините наталья сколько у нас свои эти порядки быстро не получаются по принципу да нет пошел нафиг как-то в анекдоте а просто вот тут она прессит один раз все больше ничего никаких этих когда-то все в тумане и стадо скафандр одевать вот все пшете дальше пошла вот этот питомник вот он но это часть сейчас он расширен ну разве еще он небольшой это половина примерно может быть треть а хватает этого бедра 2 миллилитров один писать себя отравил я почву а вы попробуйте отравиться этим ядом если он тысячекратно растворился 10 литров вот это есть вот теперь пастулат еще раз любое привитое дерево калека требует особого хода в том числе химических обработок ядохимикат и даже здесь мне никогда не бывает ли кроме как на яблонях действительно калека из калека и на сливок римплодов вот они поражаются но уже во взрослом саду яблони и сливы даже их я не опрыскиваю вообще необходимости нет никакой грибов на листьях нет их доставляет весь народ гриба еще опрыскивать хотя и а были бы я бы не опрыскивал у меня своя это самая нобелевская премия назревает присоединяйтесь вот за работу вместе напоминаю грибы наши главное даже на деревьях даже на листьях наши главные союзники они листья не жрут вот когда вы уничтожите покалечите дерево это я не вам это я слушатели надеюсь их все прибавится вот когда искалечить или дерево вот тогда уж извините портится лист портится кора вот только тогда садится на него гриб тот самый вездесущий и выполнять законную полезнейшую работу поэтому если бы даже у меня листья были покрыты грибами паршой у меня под осень того самого злосчастного года сырого мокрого холоднючего лета у меня даже тогда в самой конце осени появилась парша на яблонях извините что повторяюсь и на грушах не на всех только на нескольких сортах а остальные конечно считается как бы условно иммунная раз парша не появилась но даже те которые была парша не чертся не случилось вот единственное что где-то можно было кожу с кожи с этим ножом а мякоть такая у груш который невозможно повторить как я говорю слаще поцелуя да вот и деревья целая все равно пришло время листьям портится осень холодно опадать ну тут немножко я прошу разглядел или она сама видела на абрикосах ни одной паршинки вот это не вяжется с тем объединением которым не предъявлено вот а какое будет ниже ну вот посмотрели и так химической обработки железов делаю только на саженцев теперь уже официально то что я говорил это было так сказать эмоции нет для подражания взрослый сад я железа в неопрыски нет необходимости всем насекомым начиная с муравьев я предоставляю возможность тут надо было слово жрать но неудобно вы не сажать друг друга это есть биологическое равновесие